Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена изменениям по НДФЛ, страховым износам, то есть все новшества 2024 года. И, собственно говоря, мы будем рассматривать их сегодня, в ключе начисления заработной платы ZOOP и 1S ERP, поскольку два блока в этих программах очень похожи. Сейчас вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобное время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то вы можете вернуться на сайт, и мы через некоторое время выкладываем запись, и вы можете ее посмотреть в удобном формате, и, соответственно, может еще что-то вас заинтересует. У нас выложено достаточно много всякой полезной информации. Приглашаем вас к сотрудничеству. Итак, сегодняшняя наша программа. Программа встречи. Первое, что мы обсудим, это, в общем-то, больше административные шаги, чем настройка или какие-то другие действия. То есть вы все знаете, что у нас с начала января 2024 года стало обязательным применение двух платежей. В прошлом году мы его, так сказать, на забровольных началах использовали, а в этом году это уже наша обязанность. Что изменилось, то есть что обязательно нужно учесть в локальных нормативных актах и так далее, чтобы не получить по шапке, как говорится. Потом поговорим про лимиты компенсации, то есть налоговые органы закрыли еще одну лазеечку для оптимизации налогов. Потом отпуска при подаче двух уведомлений, на что это повлияет или не повлияет. Немножко скользко затронем материальную выгоду и регламентированную отчетность. Так что, в общем-то, видите, программа насыщенная и дай бог успеть. Начнем мы с локальных нормативных актов. Напомню, локальные нормативные акты – это нормативные, за которые вы у себя на предприятии выпускаете и, соответственно, утверждаете для применения. То есть это чаще всего положение об оплате труда, положение оптимирования, правила внутреннего трудового распорядка и так далее. Почему же нас затронула вот эти локальные акты, нынешняя ситуация? Ну, во-первых, у нас изменились сроки подачи заявлений. Два заявления мы подаем, уведомления подаем. И вот здесь вот в первую очередь хочу обратить ваше внимание, что здесь есть небольшая, ну, как бы, расчетно-внимательность, тонкость. В общем-то, эта тонкость связана с тем, что вы читаете. То есть у нас есть срок уведомления, срок подачи уведомления и срок уплаты по удержанному уведомлению. То есть, соответственно, сейчас мы говорим про срок оплаты. И если НДФЛ удержан с 1 по 22 число месяца, то платить налог в бюджет нужно не позднее 28 числа. Если он удержан с 23 по последнее число месяца, то платить бюджет его надо не позднее 5 числа. И если, ну, это 1 раз в год получается, если с 23 по 31 декабря, то в этом случае платить бюджет нужно и позднее последнего рабочего дня года. В 24 году это у нас будет 28 декабря. Это сроки оплаты. Сроки подачи декларации, то есть предоставлять уведомления, значит, это у нас внесено в налоговый кодекс, пункт 9, статья 58, подавать уведомления мы должны не позднее 25 числа, так же, как и было текущего месяца за период с 1 по 22, и не позднее 3 числа, то есть у нас здесь есть интервал, 3-го мы должны подать заявление, 5-го оплатить за него. То есть у нас 2 дня на то, чтобы перечислить деньги на текущие налоговые счеты. И, соответственно, если разговор идет о декабре, о последнем месяце, то это у нас получается, что за период с 23 по 31 декабря мы должны подать заявление не позднее последнего рабочего дня года. То есть здесь у нас, обратите внимание, последний рабочий день, рабочий день года и последний рабочий день года. То есть у нас в декабре Мы должны и подать заявление, и оплатить деньги практически сразу. Что мы еще в отношении локальных нормативных актов можем сказать? Давайте сейчас с вами переключимся. Как будет проходить наша встреча сегодняшняя? Собственно говоря, нормативную информацию мы с вами будем смотреть вот таким образом по слайдам, со ссылками на нормативные источники, то есть налоговый кодекс, трудовой кодекс и так далее. И параллельно будем переключаться на демо-версии. Мы с вами будем смотреть сразу две демо-версии. Одна вот сейчас у вас перед глазами на экране, и мы будем на нее регулярно ссылаться. Это демо-версия ERP. И вторая – это версия ZOOP. Почему на самом деле мы будем так делать? Потому что в состав ERP входит 1С – ZOOP-PROF. То есть функционал практически почти одинаковый. Исключение небольшое в компоновке разделов. И поэтому мы будем смотреть часть на ZOOP, часть на ERP. Ну, собственно говоря, там, где будет более наглядно видно. Или там, где будет видно различие этих двух конфигураций в обработке информации. Итак, давайте посмотрим на примере ERP. И что нам придется сделать в локальных нормативных актах. Ну, практически, чтобы попасть в локальный нормативный акт, в ERP нам нужен раздел МСИ и администрирование. Практически почти так же, только в другой компоновке. Мы это находим и в ZOOP. И нам нужна карточка организации. Мы открываем сведения оба организации. И здесь у нас есть закладка «Учетная политика и налоги». И, соответственно, еще одна закладочка «Зарплата и кадры». И на закладочке «Учетная политика и налоги» мы должны проверить, все ли у нас соответствует нынешним реалиям жизни, так сказать. Ну, мы предполагаем, что у нас общая система налогоблажений. Если это надо изменить, мы по ссылке переходим и меняем ее. И, соответственно, вот в случае, когда мы просматриваем с вами настройки учетной политики или другие настройки учета, то самое основное здесь – внимательно читать, что вы делаете. Потому что практически… Ну, вот здесь у меня конкретно совершенно два раздела не заполнены. То есть это на самом деле делает мне программу неприменимой. Но у меня не заполнены они по конкретным причинам. Для того, чтобы я могла показать вам, как здесь это изменяется. Потому что, конечно, если вы начнете работать на ненастроенной программе, как у меня вот в этом случае, на демо-версии, то такая программа – ну, это все равно, что машина без колес и без бензина. Значит, смотрим. «Учетная политика». И здесь, видите, есть у нас дополнительные закладки, которые позволяют нам строить разные разделы. Хочу напомнить, что сама по себе учетная политика, алгоритм утверждения ее не изменился и действует уже достаточно давно. У нас учетная политика создается или целиком, или какие-то разделы корректируются, то есть издаются дополнения к учетной политике и утверждаются они приказом руководителя. Причем этот приказ должен быть датирован не позднее 31 декабря предыдущего года. То есть, соответственно, здесь идет и налоговый учет, и бухгалтерский учет. И поэтому мы выбираем сначала учетную политику по налогам, то есть по налоговому учету. Мы заполняем, ну, если у нас общий учет, то мы можем не применять 18-е ПБУ, а можем применять, ну, в соответствии с тем попадаете, или вы под критерий, по которым вы обязаны это применять или нет. И запасы. То есть, соответственно, внимательно читайте, что необходимо делать, и, соответственно, то, что вам подходит, ставите отметочки зачет взаимозадолженности и так далее. И закладочка зарплаты. То есть, если мы ведем на 70-м счете с детализацией по работникам, то у нас в полном, так сказать, в полный рост ведется учет с учетом, с аналитикой по 70-му счету, и мы все ведем в одной программе. Если же мы ведем где-то в другой программе, уже оттуда импортируем данные, то мы можем эту отмечку не ставить. Ну, и на закладочке отчетность заполняем, настраивается и не настраивается. У нас есть такой выбор. И в этом случае, значит, если это настраивается, то мы должны будем задать критерии. Так, это мы закроем. Нет, нам не надо это было сохранять. И, значит, мы с вами на закладочке учетная политика проходим все от и до и проверяем, чтобы у нас все совпадало с нашими реалиями нынешними и, соответственно, с 2024 годом. А вот теперь мы с вами добираемся до закладочки заработной платы. Ну, проверяем, если вы, например, в районе Крайнего Севера живете или приравненных к Крайнему Северу на территориях, то в этом случае районный коэффициент провариваемся по гиперссылке изменить и попадаем туда, где меняется. А вот здесь вот параметры кадрового учета и учета зарплаты, соответственно, мы тоже проставляем то, что требуется. И основное, что мы здесь задаем, это мы здесь задаем правила учета ГФУ. То есть на каких счетах учитывается зарплата, 70-й или 76-й, как выдается через кассу или зарплатных проектов. Ну, то есть внимательно заполняем все, что здесь касается нашего текущего состояния заработной платы. Напомню вам такую тонкость, что в этом году изменяются правила по САУД, по оценке, спецоценке рабочих мест. И поэтому надо обязательно составить, то есть чтобы у вас была измененная оценка, чтобы у вас зарплата соответствовала и расчетные места, то есть должности соответствовали тому, что у вас написано в САУД. И, соответственно, были заданы все условия, и все подробно написано и соответствовало друг другу. Это очень важно, потому что иначе придется потом платить штрафы. И, соответственно, вы должны настроить правила учета заработной платы. И основное, зачем мы, собственно, сюда пошли, это воинский учет. Обратите на него серьезное внимание, потому что как-то привыкли, что раньше воинский учет был так по стоку-поскоку, иногда и вообще не велся. И сейчас, соответственно, вот в связи с международной обстановкой, у нас воинский учет ведется и к нему уделяется большое внимание, и штрафы выросли в разы. Поэтому воинский учет надо проверить. И в зарплате, то есть в ЗУПе, и в ЕРПе этот блок требует дополнительного учета, дополнительной активации. Если, значит, вы его до этого не ввели, то вот проваливаемся по кнопочке «Изменить». «Изменить». И здесь, соответственно, заполняем. И заполняем план работы по существу. Если я не ленилась и при заполнении первоначальном всех данных все заполнила, ничего не пропустила, то здесь у меня будут, соответственно, указаны должности, ответственно лицо и так далее. Но я бессовестно халтурила, поэтому здесь мне придется включать режим лучной корректировки. И в этом случае включается он вот таким образом. Вот пиктограммка листиков в клеточку и карандашик. Я могу заполнить недостающую информацию, но, соответственно, на экране она у меня будет видна. Распечатать я могу, но как только я закрыла печатную форму, коррект превратится в тыкву. То есть ваши изменения не сохранятся. И в следующий раз, когда мне нужно будет распечатать, например, какие-то вынести изменения или еще что-то, мне придется все повторять сначала. Что зуб, что ERP очень критичны к заполнению, к стартовому всякой информации, которую вы встречаете по ходу и первичных настроек, и прочих настроек. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, читайте внимательно и заполняйте все как бы все нужные сведения. То есть сначала вы заполняете приказ план работы, а потом приказ о применении этого плана. То есть принцип тот же самый, что и в учетной политике организации в целом. То есть раз в году мы его приказом активируем. Есть небольшая, так сказать, изюминка в том, что касается воинского учета. И эта изюминка состоит в том, что раньше военкомат жил своей жизнью, а организация бухгалтерия своей жизнью. сейчас в прошлом году внесены изменения в эту собственную личную жизнь. И эти изменения касаются вот чего, что теперь информация передается через работодателя. Если какие-то допустим военкомат вызывает от вашего сотрудника там на какие-то сборы или еще зачем-то или приказ мобилизации, то эта информация передается через работодателя. И работодатель обязан в течение определенного срока эту информацию донести до сотрудника. И соответственно, либо если сотрудник отказывается ее принимать, то зафиксировать этот отказ. Но при этом зафиксировать этот отказ не как-то просто. Нужно обязательно указать свидетелей того, что вы пытались ему вручить, бежали и хватали за руку их должности, фамилия и роспись. И вот уже только с этим заверенным документом, с указанием на должности, фамилии и росписи этот документ можно вернуть в организацию, в Гоинский комиссариат и соответственно он будет принят. Если предприятие не информирует сотрудника или не сможет отчитаться о том, что он пытался его проинформировать всеми силами, бежал по дороге и не могла догнать, то в этом случае предприятие грозит штраф до 400 тысяч рублей. То есть на самом деле вот эти самые штрафы, которые раньше составляли символически 500 рублей и так далее, теперь у нас выросли вот в такие фантазические цифры. Я думаю вы об этом уже слышали, просто лишний раз как бы зафиксировать, что это теперь дорогого стоит. Кроме того, воинский учет требует еще одно административное действие. Во многих территориальных подразделениях, территориальных органах власти имеются не унифицированные формы документов, то есть возможно свои собственные бланки, которые утверждены на законодательном уровне местными властями. Соответственно, чтобы не оказаться перед необходимостью в последний день что-то менять, вам нужно проверить, какие документы в обязательном порядке должны быть по взаимодействию с военкоматами, ну и соответственно их уже применять. так, так, вот так закроем и еще какая настройка нам нужна, то есть в разделе инсы и администрирование, кроме того, что мы задаем сведения в карточке организации, это второй шаг. А первый шаг, мы с вами идем в раздел инсы и администрирование, в раздел кадры, и в этом разделе вот сюда опускаемся, не забудьте про штатное расписание, спускаемся в воинский учет, то есть вот та запись, которую я вам показала, в разделе учетная политика, карточки организации и запись в зарплату у нас появится этот раздел только в том случае, если мы проставим вот эту галочку, то есть что мы вообще ведем воинский учет, и вторую, если у вас есть основания для бронирования граждан, ну например, там у него сайтишники или еще кто-то, то здесь вот вы ставите еще один флажок, вот этот флажок добавляет вам одну отчетность, один вид отчетности, вот этот флажок, еще два отчета, которые вы должны сдавать по кадровым мероприятиям, и после этого постановки этого флажка у вас в настройках сейчас повернемся, у вас в настройках в разделе зарплата появится вот этот вот раздел воинский учет, и мы сможем там соответственно что-то заполнять, но кроме этого в разделах кадры и в разделах зарплата появляются дополнительно разделы по воинскому учету, вот он воинский учет у нас с вами идет, и документы, которые необходимо делать для военкоматов, хочу обратить внимание, что вы наверное с этим уже сталкивались, это уже действует, последний год 23 точно действовало, что на срок на подготовку отчетов по кадровым мероприятиям, например, по увольнению, по приему на работу, по перемещению, получается, что вы должны эти отчеты сдавать так же, как ИФС-1, то есть ИФС-1 сдается на следующий день после кадрового мероприятия, а отчетовый инкомат на пятый, раньше было две недели, но сейчас надо же среживиться, то есть мы с вами сделали документы по кадру, по местным локальным актам, то есть пересмотрели положение в оплате труда, положение о премировании, положение о внутреннем трудовом распорядке, положение о воинском учете, и после этого, когда мы сделали все эти документы и утвердили их надлежащим образом, распечатали и гордо положили в папочку, про них можно забыть, они в общем-то выполняют скажем так, с этими документами мы работаем один раз в год, когда требуется проверить их соответственно все остальные требования, то есть если какие-то изменились требования, то соответственно мы должны пересмотреть и локальные нормативные акты. После того, как мы выполнили такую работу, мы можем на некоторое время расслабиться и посмотреть, что у нас произошло в отношении других изменений, то есть в этом случае сейчас мы снова вернемся к нашим нормативным слайдикам и я напомню, что с 1 января мы с вами платежки уже не можем самостоятельно делать, то есть мы можем только уведомления подавать в налоговую инспекцию, прошлый год у нас был переходным, поэтому мы могли делать либо платежки уже готовые куда что перечислить, либо уведомления. В этом году все, лавочка с платежками прикрылась, только уведомления. И напомню, что мы должны перечислять единый налоговый платеж, указывать статус естественно, КБК, вот оно перепоказано, и не позднее 25 числа соответствующее уведомление отправлять налоговые органы. Напомню, что уведомление подается по тем налогам, по которым мы не сдавали отчет, по которым не сдается. Но в этом году у нас еще действует переходный период, и например, если мы перечислили налоги, а вот уведомления не отправили, а уведомления не отправили, а тогда у нас пени с 1 января по 31 декабря начисляться не будут. Но обратите внимание, что не будут начисляться пени за неподачу уведомлений, или за, если подаем с ошибками, но обратите внимание на то, что расслабляться здесь не стоит, другие штрафные санкции у нас выросли в разы, поэтому и без пени все будет достаточно хорошо. теперь переходим переходим к начислениям в заработной плате. Сейчас мы смотрим с вами слайдик. Собственно говоря, работа с начислениями, напомню, у нас разбита на два периода. То есть у нас с вами зарплата начисляется двумя траншами. Первая это зарплата за первую половину месяца, что соответствует трудовому кодексу, и зарплата за вторую половину месяца. Но зарплату за первую половину месяца мы с вами производим в разделе все начисления. Сейчас я переключусь на наш примерчик. так зарплата все начисления и здесь через кнопочку создать я выбираю то, что мне подходит вот за первую половину месяца. И уже создаем с вами соответственно выбираем организацию все замечательно выбираем организацию ну допустим вот делаю союз у меня там есть сотрудники ставим что выбираем месяц какой нас интересует дату расчет первой половины месяца до какого числа до 15 например и нажимаем кнопочку заполнить я сейчас не буду нажимать кнопочку заполнить потому что у меня уже этот документ создан чтобы посмотреть чтобы посмотреть потом так вот у меня видите февраль уже за первую половину месяца посчитан и за вторую половину месяца посчитан значит а вот начисление за вторую половину мы делаем немножко по-другому мы делаем через зарплату и выбираем начисление зарплаты и взносов в этом случае у нас уже видите нет такого большого перечня нет выбора начисления за половину и вот эту выплату мы всегда делаем это вторая выплата за месяц то есть расчет за вторую половину месяца в этом случае когда мы делаем здесь заполняются заполнить и заполнить здесь заполняется сведение про оклады соответственно берется информация из штатного расписания и мы получаем уже готовые начисления и готовые суммы которая должна быть удержана по НДФЛ и собственно говоря закрыть и провести и для того чтобы у нас если например вы работаете в зарплате информация попала в бухгалтерию то вы нажимаете отражение зарплаты в регламентированном учете если вы работаете в ИРП то соответственно вам этот шаг делать не нужно у вас настройки которые вы задавали настройки ГФУ группы финансового учета делают нужные вам проводки у нас в этом году достаточно много было изменений касательно НДФЛ вообще то есть мало того что сроки уведомления два уведомления плюс сроки были конкретизированы по этим двум уведомлениям у нас еще НДФЛ изменялся и по другим параметрам то есть снова переключаемся на нашу информацию вот здесь когда мы задаем начисление зарплаты за первую за вторую половину обратите внимание когда мы выбираем выбираем срок нам предлагается календарик в котором мы выбираем нужный месяц и в этом календарике указан срок с первого по 22 и с 23 там по месяц а по вот это как бы то что я вам рассказывала по алгоритму создания зарплаты и поскольку у нас теперь в этом году расчет НДФЛ изменился то есть мы раньше могли указать НДФЛ там например аванс конкретной суммы там например 10 тысяч 20 тысяч и мы могли не ставить удержание что удерживать НДФЛ аванса в этом году то есть даже если вы забудете поставить удерживать НДФЛ с аванса он будет учитываться автоматически то есть вам не нужно будет если вы вдруг вспомните что ой я же не изменил эту настройку ничего страшного не произойдет программа автоматически в принудительном порядке посчитает НДФЛ соответственно вот здесь у нас на слайдике собственно порядок алгоритма заполнения этих сведений то есть первый расчет за первую половину дня первую половину месяца и вторую половину месяца но кроме этого у нас произошли и другие изменения которые ну в общем-то налоговикам добавили работы а бухгалтерам главной боли ну по отпускным это мы чуть-чуть попозже поговорим а про изменения которые у нас произошли во-первых у нас изменился по НДФЛ лимит отображения вот так сделаем вот лимит отображения суточных то есть у нас раньше тоже было установлены лимиты то есть 700 рублей за каждый день командировки по России где 500 за зарубежные и соответственно человек предоставлял чеки билеты квитанции ну и так далее при этом суточные это деньги которые идут на доплату на оплату дополнительных расходов а командировочные деньги которые идут на оплату услуг то есть проезд проживания и так далее но предприятия которые имели разъездных работников то есть ну вахтовый метод во-вторых транспортные организации которые имели водители которые постоянно ездят разъездный метод разъездная форма оплаты труда то у них были предусмотрены гораздо больше выплаты чем 700 рублей например и для 500 рублей как оплата командировочных суточных с 24 года такой вид надбавки он как бы сохранился но не облагается подоходным налогом теперь сумма только в размере 700 рублей все что свыше пожалуйста платите как и раньше но уже вот НДФЛ то есть облагается налогом и то есть небольшую такую лазейку по оптимизации зарплатных налогов которые были государство прикрыло то есть при вахтовом методе тем теперь НДФЛ 700 рублей не больше а все остальное под НДФЛ попадает так же как и суточные это первое это первое такое новшество кроме этого у нас есть еще и другие новшества которые коснулись которые коснулись оплаты командировочных и оплаты других 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 сетах с другими доходами то есть у нас изменения коснулись и резидентов нерезидентов с 1 января 24 года выплаты работникам нерезидентам то есть раньше мы с вами считали сколько времени человек пробыл на территории РФ чтобы он не потерял статус резидента и если вдруг оказывалось что он потерял статус резидента то вместо 15 13 или 15 процентов он сразу становился плательщиком 30 процентов ну с некоторыми исключениями а теперь значит нам не нужно уже считать что он с какое время находился в Российской Федерации с 1 января 24 года он все равно будет платить 13 процентов и как бы главное будет по поводу снижения за тем что он резидент или нет резидент у бухгалтеров или кадровиков пропадет тем не менее кажущееся снижение нагрузки только на первый взгляд так выглядит потому что если место работы его было в иностранном государстве ну такого работника то вознаграждение относилось к доходам от источников за пределами России в этом случае работники не резиденты вообще с зарплатой НДФЛ не платили она не облагалась с заработной платой теперь установлено что это будет не так ну и естественно предельная база для страховых взносов у нас установлено 2 миллиона 225 тысяч рублей то есть тоже повысилось потому что ну во первых наши изменились мруты изменились другие ставки налогов и ну то есть вот составлял у нас в прошлом году тариф предельная величина миллион 917 тысяч социальные выплаты то есть в принципе у нас тоже увеличились социальные выплаты обратите размеры на это и обратите размеры на то что эти выплаты предоставляются сотрудникам только по их заявлению то есть чтобы воспользоваться этой выплатой этой льготой сотрудник должен вам написать заявление которому приложить то есть если например он ну на фитнес то должно быть заявление который к которому приложен договор договор обязательно должен быть с организацией которая имеет лицензию на проведение таких работ ну и так далее если повышено то есть если размер на обучение повышен или неправильно сказал размер обучения повышен до 110 тысяч на человека и до 24 лет продлен срок в течение которого предоставляется этот вычет на обучение детей освобождены от получателей премии призов и грандов но это к сожалению не слишком часто встречающаяся строка доходов еще еще одна такая достаточно значимая значимая скажем так статья это про удаленщиков то есть их немножко уравняли в правах и теперь все трудоустроенные на удаленке приравниваются к стационарным работникам и платят 13% но если они получают больше 5 миллионов рублей то ставка 15 а вот неприятный момент то что с 1 января 24 года совокупный размер перечисленных вычетов увеличится но и увеличится база для начисления она теперь будет совокупной то есть да по вычетам они у нас увеличились увеличились лимиты но теперь мы будем считать совокупный налог и если например в прошлом году не было у меня сведений про сотрудника что он где-то еще работает я считала ему со своей базы то соответственно в этом году ситуация будет уже совсем другая напомню что социальные вычеты это у нас вычеты на обучение на лечение на физкультурно здравительные услуги на взносы негосударственного обеспечения на дополнительную накопительную пенсию и вот здесь вот обратите внимание независимую оценку квалификации налогоплательщика вот этот вычет работодатель не предоставляет но работник может заявить его при подаче декларации в налоговый орган вот то есть если он пытался кому-то доказать что у него квалификация определенного уровня то соответственно он может этот вычет заявить собственно говоря строки уплаты мы уже с вами говорили то есть 28 число 28 общее для периода с 1 числа по 23 а именно уплата второй части это до 5 числа то есть у нас с вами есть 2 дня для того чтобы провести уплату и появилась новая форма 6 НДФЛ мы будем ее применять с расчета за первый квартал то есть у нас еще полтора месяца спокойной жизни поскольку за 2024 год мы отчитываемся только по итогам квартала первого а сейчас мы отчитываемся за 2023 год по старым формам и еще раз хочу с вами так вот так поговорить про старый то есть конфликтный момент который вызывал много споров налогообложения по договорам например займов когда мы материальную выгоду если у нас например по договору займа какой-то аналогичный ставка рефинансирования больше чем нам предоставили то мы соответственно получается разница между существующей ставкой и той которая у нас в договоре прописана будет считаться материальной выгодой с этой материальной выгоды мы должны 35% рассчитать и перечислить то есть соответственно перечисление должно было происходить до 20 так столько хочется сказать что сразу все не получается на самом деле это была очень конфликтная ситуация потому что займы особенно учредителям или каким-то топовым руководителям у предприятий висели ну скажем так десятилетиями и когда оказалась необходимость платить с них материальную выгоду поскольку естественно они представлялись либо вообще безвозмездно либо там под 1-2 процента то получилась материальная выгода ну более чем существенная но потом на нее был как бы объявлен мораторий что с 21 по 23 годы доходы от материальной выгоды полученные в этих годах освобождены от НДФЛ федеральным законом соответственно были внесены изменения и в другие нормативные акты но 21-23 годы это годы когда мораторий действовал и мы не начисляли проценты по материальной выгоде так вот теперь обратите внимание с 1 января 24 года освобождение от материальной выгоды по НДФЛ не действует то есть начислять и удерживать НДФЛ по ставке 35 процентов при выплате дохода сотруднику нужно будет в том числе и по старым займам которые выданы до 24 года если там у вас висели какие-то дремучие займы учредителям и другим руководителям то это нужно срочно пересмотреть и принять административные действия для нормализации обстановки соответственно про первый квартал я вам уже сказала и про совокупную тоже сказала то есть самый неприятный момент что НДФЛ мы теперь определяем по совокупности по совокупности налоговых баз для для кадровых работников и для бухгалтеров особенно небольшие фирмы где бухгалтер совмещает обязанности кадрового работника это создает дополнительную сложность потому что требовать с каждого работника перед каждой зарплатой что он нигде не сходил налево нигде по ГПХ не поработал достаточно проблематично и второй момент что если так у вас все было перед глазами вы смотрели сколько человеку начислено и все то теперь вы должны учитывать возможность что у него где-то проскользнул еще какой-то заработок и соответственно в этом случае у него лимит 5 миллионов может быть исчерпан гораздо быстрее чем раньше и вам нужно за этим внимательно следить а теперь мы с вами еще раз вернемся вот к какому вопросу значит мы с вами говорили что налоговая политика у нас с вами корректируется в обычном порядке что изменений в этом случае не произошло и так же как и раньше мы утверждаем ее приказом собственно говоря оснований для внесения изменений в учетную политику у нас нету вы можете составить дополнение в учетную политику можете что-то изменить если у вас появилось такое желание но юридически это не требуется сейчас делать в учетную политику в обязательном порядке меняют если вы меняете налоговый режим то есть например начали применять упрощенку или наоборот слетели с упрощенки потеряли такое право и теперь будете применять эту общую политику если вы у вас есть расходы на программное обеспечение российское и радиоэлектронную продукцию и вы хотите применять повышающие коэффициенты вот в этом случае учетная политика обязательно должна быть новая или если у вас есть основания воспользоваться новыми инвестиционными вычетами то есть только вот в этих трех случаях вы обязаны сменить налоговую политику все остальное вы делаете собственно говоря по своей личной инициативе но всегда как вы знаете желательно подселить соломки поэтому чтобы ваша учетная политика соответствовала действительности и соответствовала кадровым потребностям которые сейчас у нас происходят то соответственно нужно либо принять изменения в учетную политику либо новую учетную политику но стоит озадачиваться этим вопросом несмотря на то что вроде как законодательство вас и не обязывает применять эти новые ну вводить новые политики напомню что если вы меняете полностью учетную политику то вы должны дополнительно приложить к учетной политике план счетов если у вас применяются какие-то ваши разработанные первичные документы и график документа оборота и обратите внимание на что сейчас вводится новая ФСБУ по инвентаризации и соответственно если вы применяете ну пишите новую учетную политику то в этом случае в учетной политике должны быть прописаны правила проведения инвентаризации и обязательно правила определения существенности ошибок то есть если существенность ошибок ну обычно это берут например пять процентов к валюте пункта то это у нас давно особенно если вы с аудиторами работаете это всегда применялось то правила проведения инвентаризации у нас раньше детально в учетной политике не прописывались а поскольку мы перешли с вами с на единый налоговый платеж то собственно говоря налоговый теперь распределяет какие налоги куда должны платиться но вы обязательно учитывайте что приоритет при переводе при перечислении с единого налогового счета будет для НДФЛ то есть если у вас на едином налоговом счете есть какая-то сумма например 15 тысяч рублей из которых вам надо например заплатить 15 тысяч НДФЛ и допустим вы хотите заплатить всем понемножку то так не получится потому что первоначально будет списан НДФЛ и уже только то что останется будет распределено в последующем для того чтобы погасить другие задолженности сейчас мы с вами снова переключимся на наши вот так вот переключимся на наши слайды извините на наши домобазы и поговорим вот о чем и в ERP у нас есть раздел кадры есть допустим все кадровые документы все кадровые документы и в разделе зарплата все начисления и сервис кабинета сотрудника есть и в этом разделе и в этом и точно так же если мы с вами перейдем в раздел зарплата вот у нас есть раздел кадры все кадровые отчеты кабинет сотрудника зарплата все кадровые все отчеты по зарплате все начисления то есть они абсолютно идентичны по функционалу и по отчету и по функционалу и по компоновке в этих разделах у нас с вами еще предусмотрено раздел работы с отчетностью в разделе зарплата зуб это у нас с вами раздел 1с отчетность и точно такой же так сделаем точно такой же раздел у нас есть вот 1с отчетность немножко другая компоновка но в остальном здесь все сведения как бы те же самые остановиться я хотела вот на чем то есть 1с отчетность это не просто название раздела это у нас еще и сервис сервис этот позволяет работать напрямую с налоговыми органами и позволяет напрямую передавать данные этот сервис имеет значение в том скажем так практическое значение в том случае если вы напрямую используете возможность работы с налоговыми органами с кабинетом единый налоговый платеж это личный кабинет личный кабинет единого налогового платежа вот в этом случае то есть вот это обычные наши сведения которые мы создаем как только мы переключаемся в этот в этот раздел отчетности у нас появляется вот такая рекламка вот здесь по гиперссылке можно почитать что она позволяет делать и подключиться но как всегда есть небольшая ложечка дегтя потому что если у вас предприятие имеет подписку проф то по подписке проф оно одно рабочее место то есть одно юридическое лицо имеет право подключить бесплатно остальные за денежку а если у вас подписка техно то вы можете подключить этот сервис за денежки но единственное что на самом деле денежки достаточно такие в общем-то дружественные порядка там 4 800 за год если посчитать на месяц то получается сумма вполне подъемная вот и у нас получается много личных кабинетов они как бы разрозненные получаются то есть вот видите есть раздел личные кабинеты он и в 1С и в ЗУПе одинаковый в 1С ERP и в ЗУПе одинаковый так построен собственно говоря положение по личным кабинетам у нас есть личные кабинеты которые указаны вот в этом разделе что я вам показывала и есть личный кабинет который вот так вот сделаем вот который помогает работать с 1С отчетностью по налоговым платежам то есть это личный кабинет это тоже на сайте налоговых органов то есть мы выбираем какое угодно предприятие и нам в этом случае сейчас вот так стремим чтобы было видно кабинет ругается что подключите сервис 1С отчетность то есть напрямую контакт с налоговыми органами и если вы можете в этом случае подключиться ну либо за денежку либо в бесплатном формате то вы подключаете этот сервис и напрямую можете на сайте налоговых органов работать с личным кабинетом личный кабинет на самом деле очень очень комфортная среда то есть вам успешно удастся смотреть распоряжаться в более удобном формате вашими средствами а про личный кабинет я хотела еще сказать один момент то есть личный кабинет на сайте налоговых органов это личный кабинет юрлиц или налогоплательщиков ИП то есть вы напрямую переключаетесь сразу к налоговым органам к сожалению я не смогу вам показать потому что у нас придуманы в общем-то и всякие сведения о предприятии ИНН КПП но тем не менее и обратите внимание на два бывших ФСС это личный кабинет по работе с всякими проверками камеральными и так далее а это кабинет по работе с листками нетрудоспособности и всякими соц сведениями соцподдержкой то есть больничными сейчас же это все в электронном формате подается то есть соответственно здесь вы можете в электронном формате видеть все движения документов и обратите внимание на статистику потому что статистика у нас начала снова штрафовать и штрафовать уже в реальном времени скажем так Росстат имел право штрафовать но обычно это заканчивалось так ай-яй-яй-яй ну-ка быстренько сдайте вовремя сейчас штраф за несвоевременную сдачу отчетности до 70 тысяч рублей а если повторное правонарушение то до 150 тысяч конечно быстрее получится зайти на сайт ФСС вот поэтому кликнуть по этому переходу и проверить по вашему ИНН не попало ли ваше предприятие по какому-то выбору отчетов то есть не должны ли вы сдавать что-то дополнительное а поскольку дополнительно у нас было достаточно много введено отчетов статистику и касательно сотрудников и касательно рабочих мест касательно размера заработной платы то проверьте не попали ли вы под какую-то выборку и не нужно ли вам сдавать сведения какие-то дополнительные на этом моменте мы немножко вернемся с вами обратно в наши слайды и снова вернемся к титульному листу и собственно показать я вам хочу наши контактные данные еще раз то есть наши телефоны адрес почты телеграм контакты напомню что вела консультант аналитик гардыш вам нашу сегодняшнюю встречу и пригласите вас посетить наш сайт и может быть мы сможем оказать вам другую информационную поддержку мы весь спектр услуг осуществляем и внедрение и доработки и настройки и так далее так что приглашаю вас к сотрудничеству разрешите поблагодарить вас за время которое вы нам уделили за интерес к нашим встречам всего доброго хорошего дня